Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапы. Регион. Студия Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Анапский аэропорт бьет рекорды по пассажиропотоку. Школьные лидеры учатся работать в команде. Международный аэропорт Анапы побил в этом году собственный прошлогодний рекорд. По итогам 9 месяцев работы пассажиропоток увеличился на 18%. Способствовало этому развитие внутреннего и въездного туризма. Как сообщает прислужба компании «Базл Аэро», пассажиропоток в аэропортах Сочи, Краснодара, Анапы и Геленджика в январе-сентябре 2015 года составил 7 164 747 человек. Это на 13% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В прошлом году 6 337 533 пассажира. Причем именно в Анапе высокая динамика роста, где было обслужено более миллиона человек. Рост составил 18% в сравнении с тем же периодом 2014 года. В этом году мы идем на очередной рекорд и у нас будет около 1 180 000 пассажиров к концу года, по нашим прогнозам. Но увеличение пассажиропотока я считаю, что с общей тенденцией внутренних перевозок. Почему? Потому что туризм международный, как вы знаете, в этом году он потерпел некоторые изменения в худшую сторону и развился внутренний туризм. И естественно курорты Кубани стали востребованными. Ну мы давно ждали этого, чтобы наш российский турист, пассажир прилетел к нам на побережье. И еще я думаю, что увеличение пассажиропотока именно в Анапу, оно сказало о том, что город стал привлекательным. Значит инструктура курортного бизнеса работает более-менее устойчиво. И я думаю, что на следующий год динамика это сохранится. Статисты Анапу начали подготовку к всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая стартует 1 июля 2016 года. Им предстоит переписать свыше 28 тысяч личных подсобных хозяйств, узнать об условиях жизни и трудовой деятельности аграриев. Она коснется в первую очередь всех сельхозпроизводителей, это всех индивидуальных предпринимателей, которые занимаются сельхозпродукцией, всех крестьянско-фермерских хозяйств, все садово-огородные товарищи, то есть всех владельцев участков садово-огородных, а также владельцев, которые ведут личное подсобное хозяйство, то есть наши с вами дворы. Будет переписываться земля, то есть сколько у нас гектаров земли, какая она засаженная, брошенная, там под угодьями или не используется, сколько у нас поголовья скота, птиц, то есть все будет переписываться, какие деревья произрастают, фруктовые, там какие кустарники, все это будет собираться в таблице и таким образом будет выходная информация, то есть сколько все-таки у нас в России, то есть это будет переписываться вся страна и сколько у нас всего производится сельхоз, продукции сельхозназначения. По данным 2014 года Краснодарский край занял первое место по сбору зерновых культур. Ну, в 2015 год еще не подводили итоги, но, наверное, мы тоже будем в лидирующих позициях. В частности, город Анапа, если брать курортные города, это Сочи, Геленджик, Анапа, то по объектам, по определению объектов переписи среди сельхозпроизводителей ЛПХ мы находимся по объемам на первом месте. Первая сельскохозяйственная перепись прошла в России в 2006 году. Это стало знаковым событием для всей отечественной системы статистического учета. Проведение переписи 2016 позволит получить важную информацию, необходимую для разработки прогноза развития сельского хозяйства, выработать меры экономического воздействия, направленные на повышение эффективности сельскохозяйственного производства. И к другим новостям. Школа лидеров провела свой первый тренинг среди школьников Анапы. Молодых людей учили работать в команде. Территория школы номер 6 стала площадкой для проведения тимбилдинга. Набор активных мероприятий, направленных на сплочение коллектива и формирование навыков решения общих задач в команде, набирает популярность среди молодых. 10 команд из разных школ боролись за звание лучшей команды лидеров. Недавно прошли выборы во всех школах. Это такая первая стартовая точка для вновь сформированных органов самоуправления школьных. Инициатором данного мероприятия, организаторами выступил городской ученический совет при поддержке Центра развития образования, при управлении образованием и управлении по делам молодежи. Каждая команда получила свой маршрутный лис с 10 этапами соревнования. Задания проходили на время. Главное в тимбилдинге не физические способности, а интеллект, смекалка и собранность команд. Камера, монета, знак, ручка, поле и пенал, флеер, код, трава и дом, школа, кепка, телефон! Активная позиция видна у каждого президента школы. Андрей Кузнецов, ученик 9 класса гимназии Эврика, стал безоговорочным лидером своего класса. Активный класс, активный лидер. Мы должны участвовать во всяких мероприятиях, которые предлагает школа, чтобы показать то, что мы вообще есть, и показать себя как спортивную команду, и даже насколько мы дружны. Победителями тимбилдинга стала команда из гимназии Росток. На втором команда из школы номер 4. А третье почетное место разделили две команды, пятая и шестая школа. Высокий сезон Анапы кипит. Много людей, много событий, ярких фестивалей и концертов. С наступлением осени жизнь на курорте замедляется. Как проводят досуг анапчане и гости курорта в межсезонье. Анапа – город во всех отношениях привлекательный. Уникальный климат, атмосфера уюта и праздника. В летнее время сквер Гудовича – любимое место анапской молодежи. Никогда не пустует. Куда же пойти молодежи сейчас? С досугом очень все тускло. Мало мест, куда можно было бы сходить. В общем, действительно, тут не хватает таких мест. Для молодежи, не знаю, для меня хватает. И поесть хватает, и походить по магазинам хватает. И рынков у вас много здесь, все хорошо. Так как мы семейные, нам сильно такого активного отдыха не нужно. Нам нужен отдых спокойный. Поэтому нас сейчас, да, все устраивает. Я считаю, что в Анапе мало развлекательных таких заведений, мест, где можно спокойно прийти, провести свое время свободное с друзьями. Например, даже сейчас мы гуляем и не знаем, где можно просто сесть, пообщаться, поговорить. Вот это такой главный минус, большой минус в Анапе. Молодежи вообще в Анапе, Анапском районе нечем заняться в зимний период. Мнения разделились. Может, действительно, стоит задуматься, что для нашей активной молодежи нужно больше развлекательных мест и мероприятий. В Управлении по делам молодежи курорта заверили, зима будет не скучной. У нас молодежь отдыхает чуть по-другому. То есть у нас сама культура отличается именно проведением свободного времени. То есть у нас это спортивные секции, наверное, прогулки, потому что очень много дней с хорошей погодой. И вечерние, и ночные костры на море, туристические походы, и молодежные мероприятия. То есть если абстрагироваться от увеличивительных заведений, как клубы и бары, то мероприятий достаточно много. Множество мероприятий, связанных, направленных, наверное, на популяризацию чтения, литературы в целом, и, конечно, русской литературы. Потому что, как сказал руководитель нашего департамента молодежной политики, литература, русская литература – это одна из основ патриотизма в нашем сегодняшнем молодежном обществе. Никуда не денемся мы от дворовых видов спорта. Развиваем воркаут, строим площадки, турниковые комплексы. Я думаю, ну, это тоже, наверное, к лету, скорее всего, все будет уже к следующему. Туризм. Те, кто хотят, люди, ходить в походы, водные, пеший, альпинизм, скалолазание. У нас есть секции, у нас все эти походы и краевые, и наши местные проходят бесплатно. Мы даже частью снаряжения можем помочь мастер-классами. Клубы работают. Все это можно узнать у нас на сайте южак.ру, найти телефон и задать вопросы. Главное – хотеть желать. Завершит выпуск прогноз погоды. В пятницу 23 октября в Анапе пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 13-14 градусов, ночью до 14 градусов тепла. Ветер северо-восточный 2,6 литров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 13 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». В магазине доступны и качественные одежды для детей и взрослых. Модная школа. Можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую и повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Анапа, улица Новороссийская, 281.